Эфир телеканала ОТС продолжает вечерние новости в студии Александра Ширудила. Здравствуйте! Прямо сейчас коротко о темах сегодняшнего выпуска. Это импортный материал, который отбеливал бумагу. Его не будет, поэтому надеемся, что цена будет ниже, чем сейчас. Когда лист офисной бумаги стоит дороже некоторых биржевых акций? Можно ли остановить рост цен и чем заменить импортное сырье? Мы считаем, что будет в перспективе целесообразно использовать помещение маленьких дошкольных учреждений под размещение начальных классов. Готовься они летом, а первоклассника весной. Как записать ребенка в нужную школу? Советы родителям. В 60-летию первого полета человека в космос было выпущено 4 монеты из драгоценных и недрагоценных металлов. Последние можно встретить в обычных магазинах. Выглядят они вот так, и номинал у них целых 25 рублей. Портреты Чайковского, Станиславского и Гагарина на монетах разного достоинства, где можно увидеть нумизматические коллекции и узнать их историю. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал жестко пресекать искусственный рост цен на товары первой необходимости. По словам главы региона, несмотря на санкции и незначительное повышение инфляции, никаких предпосылок к резкому взлету цен нет. При этом некоторые предприниматели пытаются воспользоваться ситуацией и подзаработать. Сейчас ведут ежедневный ценовой мониторинг по 68 позициям продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Запасов сахара и круп в регионе достаточно. Губернатор поручил усилить контроль за ценообразованием в регионе. Расширять нужно перечень торговых точек, которые подвергаются мониторингу. Нужно более оперативно обмениваться информацией. Даже если вы выявляете, что повышение цены в ваших магазинах произошло из-за повышения отпускных цен региональных поставщиков или даже федеральных поставщиков, на это повлиять можно. Еще раз повторяю, несмотря на абсолютно ожидаемую естественную инфляцию, так скажем, искусственную, неестественную инфляцию, которую разогревают некоторые наши партнеры в кавычках, можно сдерживать. Одно из самых обсуждаемых событий последних дней – рост цен на офисную бумагу. За месяц стоимость взлетела в несколько раз. Сегодня специалисты регионального Минпромторга и управления Федеральной антимонопольной службы проверили, не пропала ли с прилавков новосибирских магазинов бумага и другие товары, которые в последнее время пользовались излишней популярностью. К инспекции присоединилась и наша съемочная группа. Проверка показала, купить бумагу можно без особых проблем. Правда, цена ее так и не опустилась до прежних значений. На маркетплейсах какие-то нереальные цены были по 1200, по 1300, по 1500. Сегодня мы видим значительное снижение с теми ценниками, с тем, что происходило ранее неделю-две назад. Сейчас цены на стандартную упаковку начинаются в среднем от 800 рублей. Причиной бумажного дефицита называют импортный отбеливатель. Но в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. В одном из регионов Северо-Западного федерального округа запустится непосредственно промышленное производство как раз беленной бумаги. На сегодняшний момент они уже запустили, наладили производство именно полубеленной бумаги. Ну и, соответственно, в ближайшее время мы ждем, что это будет май месяц, где уже будет полноценная непосредственно производство. С сахара на полках тоже в достатке, но пока сохраняются ограничения по количеству в одни руки. Мир Валерьевич, ты когда в магазин приходишь, сколько сахара берешь? Ну, на месяц килограмма, на два хватает. Областной Минпромторг и антимонопольная служба такие мониторинги проводят каждую неделю. Резкого роста цен не ждут, но ситуацию оставят на контроле как минимум до конца года. Если, условно говоря, оптовые цены падают, розница не падает, нужно понимать, почему это происходит, кто этому способствует, соответственно. Ну и будем принимать меры антимонопольного регулирования, то есть от банальных писем и заканчивая предупреждениями, предостережениями. Ну а тех, кто, пользуясь ажиотажем, необоснованно взвинчивает цены, ждет возбуждение антимонопольных дел. И несколько таких случаев на территории Сибирского федерального округа уже было. Станислав Блинов, Александр Баженов, Новости ОТС. День Икс для родителей будущих первоклашек. С апреля стартует прием документов в образовательные учреждения региона. Это время, когда все хотели бы успеть попасть в выбранную школу. Подать документы можно как лично, так и через портал Госуслуг. Все подробности в материале Ксения Петренко. Первый этап приемной кампании в школы стартует 1 апреля. Родители могут выбрать любую школу, но зачислять в первую очередь будут детей с закрепленных участков. Также приоритет, если братья или сестры уже учатся в выбранной школе. Новосибирске в этом году примут в первые классы 23 тысячи детей. Мест всем хватит. При этом есть отдельные микрорайоны, где острота по-прежнему остается. Но мы считаем, что будет в перспективе целесообразно использовать помещение маленьких дошкольных учреждений под размещение начальных классов. Это еще один ресурс, который на ближайшие годы, 23-24 год, мы, естественно, будем прорабатывать. Мегаполис прирастает новыми школами. К этому учебному году двери откроет 219-я на родниках. Это один из самых ожидаемых объектов. В эту школу уже есть негласная очередь. Но пока подать документы туда не получится. Ждут заключения Роспотребнадзора. Мы это учреждение уже учли в постановлении, в котором закреплена территория за образовательным учреждением. Это первое и второе подготовленное и направленное письмо в Министерство образования для того, чтобы родители могли начинать с 1 апреля приходить и записываться, и чтобы у нас заработала электронная школа. То есть доступ у родителей и возможность у руководителя учреждения уже будет для того, чтобы детей записывать предварительно в первые классы. Еще одна школа в густонаселенном жилмассиве – 217-я. Из-за приемной кампании время школьных каникул пришлось сдвинуть. Чтобы не было давки, родители с комфортом могли записать своих детей в это учебное заведение. Десятью приемными комиссиями мы будем отрабатывать и в субботу 2 апреля. Нам видится, что все зарегистрированные на нашем микроучастке учащиеся и родители этих учащихся в эти два дня массово нас посетят. А далее секретарь будет принимать отдельные документы единично. В этом году микроучасток нашей школы значительно расширен за счет получения постоянных адресов жителями Просторного. Кстати, подать документы можно как лично, так и через портал Госуслуг. А вот если выбрали школу не по прописке, то ребенка зачислят по принципу оставшихся мест. Это будет ясно с 6 июля. Ксения Петренко, Алексей Баженов, Новости ОТС. Продукты, питание, одежда, средства личной гигиены. Барабинцы собирают гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса. Своё отношение к происходящему выражают не только делом, но и в стихах. Житель Барабинска Александр Ткаченко – офицер запаса. За время службы военврачом побывал в нескольких горячих точках. Грузия, Нагурный Карабах, Северная Осетия. Сегодня он внимательно следит за военной спецоперацией на Донбассе. Мой отец приехал сюда на Целину с Украины и здесь обрёл семью. А я нашёл украинскую его фамилию. Переживания за судьбу жителей юго-востока Украины вылились в стихи. Стерлись грани радости и в глазах тревога. В обращении к Путину боль и крик подмоги. И войска России с ЛНР, Донбассом взяли сбить всю нечисть точечным фугасом. Своё отношение к событиям на Украине барабинцы выражают и словом, и делом. К сбору гуманитарной помощи для беженцев подключились сотни людей. Это средства гигиены, что очень нужно. Шампуни, туалетная бумага, зубные пасты и зубные щётки. Неравнодушных очень много. Несут крупы, макароны, подсолнечное масло, чай, сладости, средства гигиены. Тамара Ивлева передаёт в пункт сбора коробки с продуктами, собранными жителями её многоквартирного дома. Там наши дети, сыновья, внуки. И не могла сдержаться. Сначала расклеили все эти листовочки, а потом собрала совет дома и сказала, давайте собирать. Почему мы должны в стране? И вот всем домам это вот пенсионеры. Потому что работающие, они собирают кто где. Кто где работает, там тоже собирают. Кто что нёс. У кого что было, кто в магазин бегали, покупали. Ну вот, спасибо им огромное всем. Прямо так откликнулись хорошо. Помогают кто чем может, рассказывает руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Барабинского района Валентина Глушинцева. Сегодня ситуация совсем необычная. Зашёл Владимир Григорьевич и подаёт деньги. Говорит, возьмите. Возьмите всё, что нужно детям, продукты. И для меня это сегодня, конечно, необычно. Потому что несут обычно продукты. А здесь пенсионер с тросточкой. Вот отдал эти 2000 рублей. Специалисты купят сегодня для детей детское питание и приложат в общую помощь гуманитарную. За неделю удалось собрать сотни килограммов гуманитарной помощи. В ближайшие дни её отправят в Новосибирск. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев. Новости ОТС. Вы смотрите новости на ОТС. Далее в нашем выпуске. Это очень опасные места. И необходимо делать очень-очень аккуратные средства защиты. Очень аккуратно уметь работать с жёстким рентгеном. Монета была отчеканена к 60-летию театра. Выглядит она вот так. 31,1 грамм чистого серебра. Качество чеканки proof. Это говорит о том, что это наивысшее качество чеканки. Киловая сила с тобой. Я возьми, ручки отпусти. Думаю, куда он скалит на ней? Там взял твои, твои, твои. А я так всё помню. Где купить сантехнику? Конечно, в Водолее. Сантехника, плитка, товары для водоснабжения, отопления и водоотведения. Качественные товары под любой бюджет. Добро пожаловать в Водолей! Проработать региональный пакет мер господдержки IT-отрасли такое поручение сегодня дал губернатор Андрей Травников. В Новосибирской области работают более 30 тысяч айтишников. Первоочередные меры по стабилизации этой отрасли приняли еще в начале марта на федеральном уровне. Основные – налоговые и кредитные льготы, грантовая поддержка, отсрочка от призыва на военную службу. Отдельной строкой упрощение импорта, а именно обнуление таможенных пошлин на некоторые виды продукции для сложных высокотехнологичных продуктов. Эти меры, они общие для всей страны, любой регион может этим воспользоваться. Для того, чтобы нам сохранить конкурентное преимущество, в привлечении IT-компаний нужно выработать какие-то свои дополнительные особенности. Поэтому я попросил бы в кратчайший период доработать, сформулировать, обосновать те предложения, которые были озвучены. И подготовить какие-то, может быть, дополнительные, как я уже сказал, наши задачи, чтобы Новосибирская область оставалась конкурентной для IT-компаний. Новосибирские конструкторы разработали систему безопасности для кольцевого источника фотонов. Оборудование защитит от воздействия мощного излучения ускорителя частиц и ученых, которые будут проводить эксперименты на станциях, и сам СКИФ, как работает установка и когда приступят к сборке. Расскажет Екатерина Степко. Почти 500 метров. Это длина кольца СКИФа. Внутри на огромной скорости будут летать пучки заряженных частиц. Благодаря им на специальных станциях ученые смогут проводить эксперименты с синхротронным излучением. Физики-ядерщики, биологи, медики. Места хватит всем. Необходимо построить шесть таких пользовательских станций. А перед каждой станцией нужно именно сделать оборудование, фронтенд, которое бы формировал пучок для каждой такой станции. И вот сейчас нам поручена задача сделать первые три фронтенда для этих станций. Фронтенд – это целый каскад из рентгенооптических устройств, поглотителей и алмазных фильтров. Оборудование будет следить как за качеством ускоренных пучков, так и за безопасностью всех участников процесса. Автоматика не даст установки даже перегреться. Это устройство, которое все время работает автономно. И здесь вся автоматика подразумевает различные механизмы отработки аварийных ситуаций. То есть мгновенные сценарии, которые позволяют пучок закрыть, чтобы он не пошел дальше. Дальше эти сигналы подаются в систему управления ускорителя, который тоже должен прекратить генерацию пучков для данного устройства. Приступить к сборке первых элементов конструкторы планируют летом. Но обойтись полностью без импортных деталей, конечно, вряд ли получится. Что-то все-таки придется искать у дружественных поставщиков. Но это будет малая часть, говорят ученые. Основное изготовят сами. В Институте научного приборостроения опыт большой. Вот, например, высокоточный микроскоп, с помощью которого можно увидеть атомные слои и оценить наногеометрию. Это фрагмент поверхности монеты, один рубль. Вот тут лапа орла и под монетой Санкт-Петербургский монетный двор. Из этого результата измерения можно увидеть, что высота буковки относительно основной поверхности монеты порядка 15,5 мм. Около десятка таких микроскопов сейчас используют в институтах Академгородка и на промышленных предприятиях. Также конструкторы делают приборы и для Росатома, и для Роскосмоса. Сейчас, если встает остро вопрос о постановке, так скажем, импортозамещения на системной основе и кратного увеличения импортозамещающей продукции высокотехнологичной, мы готовы рассматривать предложения как промышленных, так и научных предприятий. Новосибирские конструкторы разрабатывают примерно по пять уникальных приборов в год. Мощность бюро позволит в разы увеличить объемы производства. Екатерина Стывко, Алексей Зубила, Новости ОТС. Идея старая, подход новый. Всероссийский проект «Герои с нашего двора» получил неожиданное развитие. Теперь рекламные щиты украшают плакаты с изображением школьников, которые достигли успехов в учебе, научной подготовке, конструировании и программировании. С теми, на кого с восхищением смотрит Новосибирск, встретился Константин Клещин. Проект «Герои с нашего двора» начали пять лет назад. По городу и в метрополитене появились изображения ветеранов войны и их потомков, школьников, которые в чем-либо успешны. Дальше были спортсмены и творческие личности. Теперь на плакатах ребята, которых притягивает к себе наука и конструирование. Некоторые уже имеют свои разработки. Это будущие ученые с большой буквы. И наша задача сегодня благодарить их, наша задача сегодня показывать этих ребят. Те ребята, которые сегодня показывают настолько высокий уровень своих изобретений, настолько нужны эти изобретения, настолько они современные. Я считаю, что в ближайшем будущем у нас все будет в порядке, благодаря именно этим людям. Многие из тех, о ком рассказывает проект «Герои с нашего двора», завсегдатые центра дополнительного образования «Альтаир» в Академгородке. Глеб и Никита не боятся дальних переездов. Один стартует с площади Маркса, другой с площади Гарина Михайловского. Это тяга к науке. Ведь здесь все условия, включая единомышленников. Я разработал персонализированный физкультурный комплекс с применением технологии искусственного интеллекта. Это такое приложение, способное с помощью методов искусственного интеллекта анализировать, как человек выполняет физические упражнения и на основе этого строить ему рекомендации. То, что такие ребята, как Глеб и его друг Никита, стали лицом проекта «Герои с нашего двора», это совершенно верно и справедливо говорит Владислава Мартюшова, которая занята опытами по химии в соседней лаборатории. Кстати, сама победительница многих олимпиад. Показывать людей, влюбленных в науку и технику, это влияет на систему ценностных ориентиров общества. Важно каждому понимать, что такие люди, они не какие-то особенные, то есть прям они рождаются такими, нет, ну то есть можно такими стать. Что это такие же твои знакомые, может быть, просто которые прикладывают усилия, и если эти усилия приложишь ты, то ты тоже сможешь стать таким. Общероссийский проект «Герои с нашего двора» рожден в Новосибирске, но его подхватили почти в 30 регионах России. Уже в мае идея получит новое развитие. На кого в этот раз ставка? Пока небольшой секрет. Константин Клещин, Алексей Зубило, Новости ОТС. Секреты производства монет новосибирцы увидят на фото-выставках Банка России. С конца прошлого века выпустили более 1300 уникальных изображений. Какие события запечатлели на серебре и золоте, расскажут мои коллеги. Портреты Райкина, Чайковского и Станиславского украшают монеты номиналом до 100 рублей. Каждая в своем роде уникальна, сделана вручную небольшим тиражом. Фото-выставку открыли в преддверии Дня театра. В монетах рассказана история страны. Один из стендов выставки «Магия театра» посвящен Новосибирскому государственному театру оперы и балета. Очень интересная история самого театра. И монета была чеканена к 60-летию театра. Выглядит она вот так. 31,1 грамм чистого серебра. Качество чеканки «Пруф». Это говорит о том, что это наивысшее качество чеканки. Зеркальное основание. А элементы, которые нанесены на эту монету, они выполнены в матовом качестве. История таких выставок началась в 2019 году. Процесс создания монет очень трудоемкий. Каждая имеет своих авторов, художников и скульпторов. Чтобы сделать эскиз, мастера специально приезжают на место и делают несколько зарисовок с разных ракурсов. Потом изображение выполняют из пластилина. И только после этого рисунок наносят на реверс. В 60-летию первого полета человека в космос было выпущено 4 монеты из драгоценных и недрагоценных металлов. Последние можно встретить в обычных магазинах. Выглядят они вот так. И номинал у них целых 25 рублей. Эти монеты являются средством платежа. Но номинал у них не соответствует реальной ценности. Стоимость складывается из нескольких аспектов. Учитывают год чеканки, тираж, важен металл, из которого она изготовлена. Играет роль и изображенное событие. Тематические коллекции насчитывают более 50 образцов. На выставке показаны лишь 14. Космическая Одиссея – это выставка, которая создавалась здесь, в Новосибирске, в Сибирском главном управлении Банка России. И эта тема была очень важной в прошлом году, потому что первые 60 лет первого полета человека в космос мы в прошлом году отмечали. И поэтому к этому знаменательному событию и подготовили эту выставку. Кроме изображения самих монет, на выставочных стендах собраны интересные факты о космосе и космонавтике. Некоторые секреты производства можно послушать в аудиогиде. Выставки будут работать до конца апреля. Екатерина Радаева, Антон Мамаев, Новости ОТС В «Красном факеле» подбили дело. Режиссер Дмитрий Егоров поставил выдавиль «Свадьба Кричинского». Это первая и самая популярная часть созданной в середине 19 века трилогии Александра Сухого-Кобылина. В центре действия – разорившийся картежник Кричинский. Он пытается решить свои финансовые проблемы, женившись на дочке богатого помещика. Сам автор назвал свою пьесу комедией, но сюжет скорее трагичный. Даже такое радостное событие, как свадьба, у Сухого-Кобылина заканчивается встреча человека с судебно-исполнительной системой. Это противостояние только усиливается в следующих частях трилогии. Полтора года назад Дмитрий Егоров уже поставил вторую часть. Спектакль «Дело» этой весной поборется за семь премий «Золотая маска». В планах через год-полтора завершить трилогию и поставить в красном факеле запрещенную царской цензурой пьесу «Смерть Тарелкина». Она совершенно современная, потому что доверие и обман, корысть, любовь и нелюбовь, все это вечные темы, они здесь есть. Просто в деле это более драматично, конечно. Здесь легче, как говорил сам Сухого-Кобылина, играть надо, как французский выдавиль. В женской исправительной колонии номер 9 провели свой необычный театральный вечер постановщиками, актрисами, бутафорами и декораторами. Выступили сами осужденные, а оценили их работу профессионалы из театров Новосибирска. Подробности смотрите в нашем сюжете. На сцене в клубе исправительной колонии актрисы местного театрального кружка. Их постановка называется «Любви все возрасты покорны». Рассказывает простую деревенскую историю. Осужденные готовили премьеру несколько месяцев. Это уже не первый наш спектакль, поэтому как-то уже знаем, кому какую роль нужно дать, кто справится. Свободное от работы время, репетируем, приходим. Спасибо тоже нашей администрации за предоставленную возможность такую, что у нас нет каких-то ограничений сюда, чтобы мы там... Ну, ходим с удовольствием. У нас есть и авторские пьесы. В зрительном зале, помимо других осужденных, сегодня актеры новосибирских театров. Гости приятно удивлены тем, что без театрального образования и профессионального режиссера труппа со своей задачей справилась. Сам материал, конечно, он не очень сложный, но для них, для того, чтобы они выступили даже в такой пьесе не очень сложный, сюжет прослеживается. Это очень хорошо. Главное, чтобы идти по сюжету. И то, что я спросила у них, они самостоятельно работали? Они работали самостоятельно, и они сами придумывали мизанцены, сами выстраивали диалоги. Это очень важно. В России в каждом исправительном учреждении есть творческие кружки и клубы по интересам. Однако театр встречается реже всего, ведь для его создания нужна инициатива самих осужденных. Театральный кружок давно, в течение трех лет. Дело в том, что осужденные отбывают наказание, заканчивается срок, кто-то освобождается условно-досрочно. Актеры меняются почти ежегодно. Поэтому обновляется наша труппа, так сказать. Администрация колонии поощряет творческую работу. Это считается одним из самых эффективных способов перевоспитания и социализации. Такие осужденные имеют намного больше шансов выйти условно-досрочно. Это тоже одна из функций и задач исправительной колонии. Помогать людям находить что-то светлое, хорошее, доброе. И вот они сейчас, видите, в каком они состоянии, они сейчас на подъеме. Я думаю, что все у них будет хорошо. Представители «Глобуса» пообещали, что театр будет помогать «Кружку» при колонии работать над новыми постановками. А может быть, профессиональные актеры даже выйдут на сцену вместе с осужденными. Дмитрий Антипов, Алексей Зубило. Новости ОТС. На сегодня это вся информация. Оставайтесь на ОТС и до встречи в эфире. Новости ОТС и до встречи в эфире. Днем потеплеет до плюс четырех. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами небольшой снег. В среду ноль плюс два. В четверг до четырех градусов мороза. С вами была Ольга Савельева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин